здравствуйте господа начинаем сегодняшний вебинар посвященный саморазвитию личностному росту эзотерики как всегда с вами по пятницам я андрей дуйко ну что давайте начнем наш вебинар он исключительно связан с вашими вопросами которые вы задаете поэтому я с удовольствием на них отвечу возможно они будут не интересны кому-то но для кого-то могут быть теми вопросами которые способны изменить их жизни изменить их отношения к миру и так неля бармина добрый вечер андрей андреевич я ваша ученица большое спасибо за знание скажите пожалуйста можно провести ритуал экзорцизма второй раз первый раз я проводила в том году конечно можно его выполнять даже каждый день это безопасные совершенно ритуалы пожалуйста да влад здравствуйте скажите пожалуйста какое имеет значение драконы и были ли они я когда был в я когда был в камбоджии то был в храме который назывался анг карват и анг обозначает у них дракон и они считают что в этом храме жил король у которого жена была драконом считается что существует эзотерические кланы это кланы которые управляют миром у этих кланов есть определенные их охраняющие существа эзотерические это драконы у англичан это вот такие даги у китайцев это изображение буйвола у в христианской тематике и так далее я думаю что это называется охрана и тотемное животное охрана и тотемное животное который представляет человек в тот момент когда считает что ему необходимо защититься так для одних важно чтобы охранным животным было тигр для других буйвол для третьих еще что-то я не думаю что существовали когда-либо в том виде драконы которые были но когда я был в камбодже и когда я был в китае то я заметил что огромное количество драконов практически везде есть их изображение дракона обозначает сила власти сила управлять сила быть в голове не в хвосте и некоторые такие конфуцианские направления не считают что человек после того когда если у нас есть ангелы которые помогают человеку то в эпосе азиатских народностей ангелами являются дракона они имеют определенные цвета так синий дракон помогает человеку быть добрым и быть умным а красный дракон помогает человеку быть здоровым выйти хорошо замуж ну из-за этого а золотой дракон обозначает власть так есть целая династия наверное ли целый пантеон вот таких драконов точно так же как есть пантеон высших существ которые существуют в религиях других такие как ангелы архангелы и так далее ну ничего сказать не могу были ли они ну я думаю что нет есть ли они я думаю что в сознании вероятнее всего есть любовь добрый вечер андрей андреевич здравствуйте любовь ольга сейчас ольга али здрасте подскажите есть какие-то обряды на праздник благовещения 7 апреля спасибо за ответ я не я люблю праздники любые мне нравятся праздники любые и дело в том что вы ставите меня в неловкое такое состояние когда требуете от меня чтобы я рассказал обряды которые связаны каким-то образом с религией смотрите если есть религиозные праздники то все обряды и все абсолютно действия которые выполняются во время данного праздника они описаны и регулируются религиозной организации который называется христианская церковь случае если вам необходимы какие-либо обряды которые производит христианская церковь обратитесь к батюшке и он вам объяснит какие ритуалы или какие обряды проводить именно на этот праздник тот вопрос который вы задаете он по отношению ко мне некорректен потому что в случае если я скажу что-либо что можно производить на христианские праздники то это будет выглядеться выглядеть вернее не очень корректно по отношению к верующим людям и будет выглядеть как вот такое пренебрежение какими-либо обычаями и так далее поэтому давайте соответствовать той идее которая существует в христианской церкви и случае если обряды христианская церковь какой какие-либо проводит в этот праздник а вы являетесь частью христианство христианского мира ну конечно тогда это делать очень часто люди говорят такие слова они говорят в святом писании написаны слова и написано славь бога написано обязательно необходимо славить бога и прославлять тут такой вопрос который я хотел бы вам задать что обозначает славить что обозначает славить кого-либо на этот вопрос очень часто люди не могут дать четкий ответ то есть что обозначает славить и человек говорит ну славить это прославлять а прославлять что это такое прославлять это славить так вот я хочу перевести это для понимания на русский язык потому что во многом это открывает глаза и верующих людей вообще людей живущих на земле что же такое прославлять неужели это говорить спасибо благодарить все время это и называется прославлять спасибо это быть тем человеком который благодарен за что-либо что для него сделали. А вот славить отличается от этого слова. И тут вопрос, каким образом? Отвечаю. Славить — это значит восхищаться. Смотрите, что обозначает славить Бога? Обозначает восхищаться Его деяниями. А что делает Бог в жизни каждого человека? Бог в жизни каждого человека создает каждое событие. Поэтому в тот момент, когда человек восхищается своей жизнью или восхищается событиями, которые происходят в его жизни, это называется «славить Бога». Поэтому, друзья мои, хотите, чтобы ваша жизнь была счастливой, соблюдайте заповеди Святых Писаний, где написано о том, что славить Бога необходимо. Причем тут славить Бога? Восхищайтесь своей жизнью и теми событиями, которые Бог для вас делает. Восхищайтесь ими, таким образом будете прославлять. А слова там «слава Богу» они ничего не значат в целом, в случае, если все остальное вы не используете. Поэтому в случае, если человек восхищается своей жизнью, он живет по заповедям. А если не восхищается, а наоборот уповает на то, что жизнь плохая, ругает свою жизнь, делает так, чтобы жизнь была несчастной, постоянно имеет претензии ко всему миру, он живет на другой стороне мира, которое дает ему в дальнейшем события негативного толка. И именно поэтому так в его жизни что-то и происходит. Ну и второй вариант такой, что обозначает благословение. Что такое благо? Благо это когда человек что-либо сделал, и у него получилось. А что такое благословить? Восхищаться тем, что у человека получилось. Что необходимо делать и как благословлять своих детей или своих близких? Восхищайтесь их достижениями. Хотите благословить? Вы муж хотите благословить свою жену? Для чего это делать? Написано в писаниях, что благословение дает человеку хорошую жизнь. Хотите благословить свою жену? Восхищайтесь ее красотой. Восхищайтесь ее трудолюбивием. Восхищайтесь ее преданностью. Восхищайтесь ее качествами. Восхищайтесь тем, что она делает. Не упускайте момент того, что так должно быть. Если бы весь мир восхищался тем, что кто-то делает благостное, а благостное это то, что идет на пользу, то мир был бы прекрасным. Что плохого в религии, если она обучает благословлять, если она обучает славить? Славить момент своей жизни или славить каждый момент своей жизни, не той, которую создал Бог, это значит прославлять жизнь, которую дает Бог. Таким образом, славя достижение Бога, вы славите или восхищаетесь своими достижениями. Благословлять это значит восхищаться тем, что сделал другой человек, а это значит быть благодарным. Зачем говорить «благодарю»? Можно благословить человека, сказать «какой же молодец, что это сделал, я в восторге от того, что у него получилось». Восхищайтесь вашими детьми. Очень часто детей, которых начинают наоборот заклевывать, презирать, воспитывать, это дети, которые в дальнейшем не могут вырваться из сложной судьбы. Их судьба сложной становится, и у них не получается в жизни ничего. Нет ничего хуже начать жить с женой, которая будет иметь тысячу претензий. Потому что у мужчины такого никогда в жизни ничего не будет получаться. Почему? На одной стороне весов находится благословение, на другой стороне проклятие. Другого не бывает. Это палка с двумя концами. Поэтому если вы не восхищаетесь достижениями или не восхищаетесь тем, что делает человек, то с другой стороны будет у вас происходить проклятие от того, что этот человек получает от вас. То есть человек имеет только два пути. Восхищаться действиями того человека, который живет, восхищаться действиями своих детей, восхищаться их благами, даже легкими, даже малоуспешными. Чуть-чуть получилось, молодец, как же у тебя хорошо получается. А как у людей получается? Чуть-чуть не вышло. Какой ты дурак, придурка вырастила, такой же как твой отец, ненавижу вас обоих и так далее. Видите, как люди живут сами не понимая. А ведь этому обучает эзотерика. Это принципы, которые я постоянно твержу на своих ступенях. И что дает благовещение? Что дает благовещение и что это такое? Благо – это что-то хорошее, что было создано. А весть, то есть хорошую весть получает человечество. Какая хорошая весть, которую получает человечество? Она получает весть, что человек, несмотря на то, что все в жизни его может быть плохо, несмотря на то, что в жизни может быть полный распад жизни, человек может потерять все, потерять имущество, жену, мужа, потерять здоровье и так далее. Но благовещение говорит весть о том, что был один, который был обычным человеком, но который в дальнейшем смог воскреснуть. И это говорит о том, что в человеке, в каждом, должна быть вера. И человек не должен, и здесь самое главное или самое важное, чему это должно научить человека, никогда в жизни своей не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, несмотря ни на что. Все равно сжимайте зубы, все равно боритесь, все равно верьте в доброе, все равно верьте в радость. Не слушайте никого, все равно стремитесь, все равно боритесь, все равно поднимайтесь. Все равно старайтесь, все равно что-то делайте. Это и есть наша внутренняя сила. Когда человек говорит, нет сил у меня, я все время говорю, сил нет у тела. Я, как в прошлом, человек, болеющий тяжелым онкологическим заболеванием, хочу сказать что иногда так было в моей жизни когда не было ни сил ни возможностей не финансов ну а нужно было что-то делать и в этот момент у меня было желание и физическая потребность лечь и лежать и тихонечко сдаваться но я сжимал зубы включал скорость и бежал и говорил все равно все равно верю что прорву все равно верю что добьюсь все равно я верю и все равно я верю и так будет всю жизнь когда плохо и сжимаю зубы и делаю когда мне плохо я приседаю когда рука не гнется я поднимаю это такая особенность моей жизни я хочу сказать что это в моей жизни очень не помогло и во многом помогло остальным люди именно этому обучает вот эта благая весть что все может воскреснуть если есть у человека внутреннее желание еще бороться воскрешение обозначает желание победить желание побороть желание посражаться желание как пишет как сказал кришна арджуне он сказал надо бороться потому что жизнь дана для борьбы с чем бороться если борьба о которой пишется в махабхарате если борьба борьба и нужна ли борьба человеку от с одной стороны борьба человеческая может быть физическое с другой стороны она может быть душевная и духовная с третьей стороны она может быть умственная но человек может быть растением он может ни с чем не бороться почему у человека появляется негативные состояния физические болезни почему у него все это получается или почему это возникает для того чтобы человек боролся почему особенность такая если очень часто порядок то тогда рано или поздно начинает все разрушаться поэтому борьба дает человеку возможность двигаться вперед а сложности выковывают из его души настоящий алмаз его прекрасной души если бы в человеческой жизни не было неприятностей если бы человека в детстве допустим кто-то не обидел если бы в детстве человека кто-то бы не воспитал то этот человек в жизни своей был бы другим так в случае если человек добрый то значит он познал зло если человек готов заплатить за что-либо значит он позвал познал бедность если человек хочет помочь он познал болезни это такая особенность людей что-то плохое кует в нас что-то прекрасное любыми состояниями преодолевания наших страхов любые состояния когда наша надежда и вера создает наш подвиг и мы все равно живем кует в нас прекрасную субличность которая похожа на бесконечное огранение или шлифование и полирование нашей души такого прекрасного божественного бриллианта тут она говорил аленушка расскажите у меня фибро но кистозная мастопатия левой груди небольшое уплотнение периодически побаливает нет там опухоли есть есть опухоль необходимо срочно идти к мамологу и необходимо что-то с этим делать само по себе не рассосется извините андрей здравствуйте андрей андрей скажите как пожить затмение которое грядет спасибо ни к чему плохому не приводят людей затмения я в своей жизни проживаю затмения каждый год они каждый год есть и затмение парад планет и так далее вы их проживаете каждый год в апреле в прошлом году апреле было затмение и в позапрошлом году там в другое время было затмение вы распереживались какая вам разница и солнечные были затмения и лунные были затмение какие-либо еще не нужно обращать даже на это внимание большинство людей их даже не заметят никаким образом побольше любви побольше терпения побольше радости витамины пейте сейчас весна побольше создавайте вокруг себя доброты человек сам ему сложно жить создайте тех людей или животных купите о которых нужно заботиться это очень развивает человеческое сознание и душу делает человека добрым человек добрее становится в тот момент когда он о ком-либо заботиться я очень часто вижу чрезвычайно злых мужчин и женщин но как только у них появляется дети они становятся добрыми тогда ключ к злу который может трансформировать зло в добром либо именно поэтому заботьтесь старайтесь куйте в себе или точите свою доброту в середине своей души поэтому не заморачивайтесь никаким образом затмения не приводят человека к смерти долгам к тяжелым состоянием это все пиар в целом сейчас очень большое количество людей есть их прям очень много которые слышат какие-либо негативные такие проявления или негативные слова которые похожи на там солнечное затмение коридор затмений там лунное затмение и так далее и начинают этим спекулировать то есть говорят мы поможем вам сделаем так сделаем так на самом деле это спекуляция нет ничего такого что может произойти с человеком и вон выходящая из его рамок жизни что модно что может подействовать солнечное ле лунное затмение все будут живы никто не умрет весна на улице что с вами я всегда говорил я когда болел у меня было семь лет болезни и вот я всегда очень при очень при очень тяжело переживал зиму мне было тяжело зимой потому что я болел лимфогранулематозом и его течение чем холоднее тем хуже себя чувствовал и вот у меня всегда была одна и та же идея когда шла зима мне было очень тяжело все основные вот эти курсы химиотерапии у меня почему-то на зиму и осень выпадали и осенью начинали делать плюс операции и вот к весне уже не было никаких сил но так все в душе расцветала когда появлялись зеленые когда появлялись зеленые листочки когда все появлялось я помню время когда я не ел мне не хотелось кушать и вся еда моя в жизни составляла только салат один салат на протяжении дня я не мог кушать я садился и не хотел кушать я понимал что вкус еды потерялся из-за того что делали гормональную химиотерапию и это было очень долго и когда я кушал еду я все время говорил запах исчез и я все время говорил так хочется чтобы это вновь вернулась ведь так прекрасно чтобы это было вы знаете тогда в то время я понял такую вещь люди очень долго стремятся к чему-то эфемерному но не понимают что самое дорогое с ними происходит именно в тот момент в котором они сейчас находятся да можно этот момент посвятить чему угодно но не забывайте о том что вы живете не забывайте мы так часто забываем о том что мы живем занимаемся делами занимаемся заботами переживаем пьем едим еще что-то но забываем что жизнь она одна она скоротечна еще недавно было 20 лет я помню как праздновал свое 20-летие в общежитии не смог к маме поехать уже 52 и уже нужно думать о как бы половина жизни как сказал свое время один мой знакомый и конечно когда уже думаешь с этой позиции то начинаешь задумываться о том что ценить нужно послушайте а чай горит а чё там ценить уже ничего не произойдет нет каждый день произойдет что-то каждый день что-то происходит каждый день чем-то но происходит вот что происходит жизнь происходит жизнь и это важно ее хоть немножко ощущать что такое ощущать осознание быть что мешает быть осознанным заморочки заморочки это когда человеку гораздо важнее худой он или толстый заморочка это когда важнее там во что одет во что не одет когда важнее что скажут люди когда важнее кто на вас посмотрит когда важнее как вы там на чем вы ездите на что вы как вы выглядите и так далее да это все возможно вдохновляет заставляет и стимулирует человека жить но это не главное главное заключается в том что найти одну или две или пять минут или десять минут выйти на улицу сесть на лавочку и ощутить весну когда-то я купил себе первый автомобиль и в этом первом автомобиле проехал очень большое количество времени и километров и так далее и был очень счастлив потому что это был первый автомобиль приехал к родителям родители удивлялись были радостны что там успех у меня и я права имел и там автомобиль свой в молодом возрасте и потом со временем где-то год прошел я все время задумывался почему я не счастлив почему они такой счастливый и на улице увидел такую картину мужчина который деньги у меня были мужчина который на улице с отклонениями психическими с кульком таким большом шел вдоль сквера какого-то собирая там что-то он в глазах его было столько счастья он чистый был но был очень радостный он был счастливый в его глазах было много счастья видимо и я ему решил дать денег подошел начал давать ему какие-то деньги он у меня не взял почему у меня не было столько счастья сколько у него я в тот момент понял что да на время наши достижения наши возможности дают нам что-то и борьба за этим это тоже вызывает у нас интересы желание это еще и производная нашей нашего стремления жить для кого-то это тоже приносит нам радость от достижению от каких-то заботы о ком-то это все приносит нам любовь и радость но можно жить и так чтобы радость была просто так иногда нужно осознание быть немножко осознанность очень часто очень важно осознанность это не значит произносить себе я чувствую я вижу я слышу я думаю осознанность это не менять свою душу на раздражение когда кто-то некрасиво есть осознанность это не размениваться на бесконечное переживание по поводу невероятного избыточного веса по поводу секса по поводу денег по поводу еще чего-то так жизнь пролетит здрасте андрей андреевич по скажите пожалуйста как можно эзотерически использовать пульс это называется рефлексотерапия купите книгу она называется исследования пульса написал есть книга такая называется цинайдзан написал ее сию написал ее мантек чья имениван чья и там есть пульсовая диагностика или диагностика по пульсу когда тремя пальцами зажимается пульс левой руки и можно путем нажатия грубого среднего и поверхностного проанализировать первый палец верхняя на пульс кладется первый палец обозначает состояние возбуждение человека с более глубокие состояние мозга более глубокие состояние позвоночника второй палец обозначает состояние сердца более глубокие обозначает состояние кровеносной системы еще более глубокие обозначает мифатическую систему работа почек и так далее то есть к там работу костей левой рукой Работу печени можно определить, работу легких, работу тройного обогревателя, общего состояния. Даже финансы можно определить. Можно ли при помощи такого влияния на пульс что-то делать? Это уже другая тема. Есть тема, которая называется привязывание к пульсу семян. И, по-моему, это корейская какая-то такая нью-эйдж культура. Ну, она действительно как-то может что-то дать человеку. Я помню, при насморке нужно было взять гречку и привязать ее к пульсу левой руки. И, знаете, я когда-то взял гречку, привязал его, очень сильный насморк был, взял гречишное семя. Сейчас не помню, там, жареное или нет. Привязал к пульсу на левой руке и обмотал, не помню чем, бинтом или скотчем. И где-то на протяжении полутора часа даже не заметил, как насморк у меня исчез. Это было для меня очень удивительно. Ну, и там целая есть у них энциклопедия с этими семенами. Это все сейчас представлено в интернете. Всю эту информацию можно найти, можете найти и почитать. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я ваша ученица. Подскажите эзотерический способ избавления от прыщей. Спасибо. Берете стаканчик, берете второй стаканчик и говорите, ты моя водичка, ты моя золотая, ты смываешь всю грязь людей, ты делаешь людей счастливыми, ты наполняешь их жизнью, ты такая славная, ты такая сладкая, излечи мои прыщи. И после этого умываетесь. Есть ли какие-либо эзотерические способы, которые могут помочь человеку, взятые из других книг? Есть способ такой, о котором писал Фома Аквиланский. Он написал способ, и он выглядел приблизительно так. Еще тогда, в 1630 году, Аквиланский написал в своей книге следующие слова. Он сказал, если человек хочет жить очень долго, кстати, он жил долго, если человек хочет жить очень долго, то он должен взять победные листья, листья победителя, заваривать их горячей водой и мыться ими. При этом поститься, ничего не есть во славу Господа своего. При этом пить только медовую воду. И дальше дает совет. Медовая вода должна быть обязательно из медов желтых. О чем он говорит? Он говорит или он пишет о листьях победителя, то есть по-другому лавровом листе, который заваривать и им обмываться, пить его не нужно. А при этом, кстати, обмывание лавровым листом убирает прыщи. При этом пост однодневный, двухдневный, трехдневный, где человек во время поста принимает только теплую или холодную воду с разведением небольшого количества цветочного или желтого меда, или меда желтого цвета, натурального. Работает ли это? Да, действительно молодежь. Действительно молодежь. Я не знаю, как это работает, почему у него это есть. Знаете, там у него есть такое, как женщины привораживают других мужчин, или как мужчины привораживают других женщин. И там он говорит, представь, будто на женщине ты видишь большое количество бегемотов. И представь, будто из глаз твоих красные угли бросаешь в этого человека, или на этого человека сыпешь. И завершением этого всего нужно сделать так. Но я, к сожалению, не должен вам говорить, как, потому что сейчас начнутся привороты, поэтому я третье оставлю. Но первое и второе тоже работают, но слабенько. Поэтому третье вам придется искать самостоятельно. Но я уверен, что вы этой книги все равно не найдете. Если найдете, она будет написана на другом языке, а перевести вы не сможете. Андрей Андреевич, вы можете приблизительно сказать, когда мы помиримся с подругой? Для того, чтобы с подругой помириться, необходима обязательность не общаться. Найдите повод сделать ей подарок. Женщины, они так устроены, что они любят настойчивость. Будьте настойчивы, будьте теплыми, попробуйте извиниться, сделайте подарок. А так, когда бы ни одна ничего не хочет для этого делать, ни другая. При этом и одна страдает, и другая. Что, вас помирить надо? Договоритесь с кем-нибудь, чтобы вас помирили. Взяли за руки. А так вы ничего для этого не делаете, и она ничего для этого не делает. И когда мы помиримся? Ну, если вам легко друг без друга, то зачем вам друг другом мириться? Не понимаю я. Эзотерические способы, как помириться с другим человеком. Представляете этого человека, представляете, будто к нему подходите и обнимаете его, и прижимаете к себе, и говорите, не отпущу тебя никуда, ты такой хороший, ты моя ласточка, зайчик, рыбка, солнышко и так далее. Вот таким образом и происходит. Вот человек, когда идет домой с работы, человек возвращается домой с работы. Ну, кто ходит на работу? Потому что я знаю, что много людей сейчас уже, мир изменился, и много людей уже работы никакие не посещает. Но для тех, кто все-таки ходит. И возвращаетесь домой, и вас дома кто-то ждет. Бабушка, мама, муж, возможно, детки, или еще кто-либо, собака. И перед тем, как зайти, представьте, будто все вас прямо набегают и вот так обнимают. Вот если подождать перед тем, как зайти в квартиру, в дом, там или где вы живете, и представить, будто они все вас обнимают, посчитайте в этот момент до 7 или до 9, желательно даже до 9. Если сконцентрируетесь и почувствуете, что все обнимают, дочитайте до 9, открывайте дверь или звоните. Когда вам откроют, то вечер будет великолепным. Он будет прекрасным, наполненным поэзией, теплотой и теплыми отношениями друг к другу. Маргарита Бондаренко. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. У нас с мужем детей нет, а могут быть? Не наши приемные могут быть. В Торе есть, в Библии, есть определенные, определенные тексты. Эх, где же этот текст я видел? Какой из царей имел этот текст? У кого это было? У одного из сыновей Давида, который, прощой Голиафа, помните? Который был отцом Соломона. Был еще один сын. Я, к сожалению, не помню его имя. Не помню. Хотел вспомнить. Наи, по-моему, как-то. И у него был сын. И он хотел жениться. А ему все время говорили, зачем ты будешь жениться, если у этой женщины есть сын. И он очень долго сомневался, никак не мог и так далее. И потом пришел к нему Господь. Во сне или в виде видения какого-либо. Пришел к нему Господь. Там очень часто описывается, как к людям Господь приходит и с людьми общается, если вы заметили. Странно, когда сейчас говорят, ясновидение это от зла. Как же от зла? Если Иисус Христос мог предсказать и видел. Если цари иудейские, просто обычные люди, могли видеть Господа и общаться с Ним. Ну, как же так? Странно это все. Ну, ладно. И сказал Господь ему, сказал, не жди своих детей. Вот он, тебе посланный мой ребенок, относись к нему как к своему. Ибо тот, кто относится к чужому ребенку больше, чем к своему, тот будет более перед Богом благословенен. Именно поэтому, зная это, многие используют данные, вот такие приемы. Например, очень часто в семьях популярных актеров, допустим, например, ну, допустим, Анджелина Джоли. Можно просмотреть ее кинокарьеру, совместную жизнь с Брэдом Питтом, и можно сказать, что в тот момент, когда они усыновляли детей, то в этот момент у них была максимальная популярность. То есть, можно ли сказать, что они использовали данный метод? Да. Почему он не популярен, данный метод? Дело в том, что этот метод, его исповедуют в религиях масонства. Поэтому он является таким скрытым, но очень часто именно в масонских ложах и среди масонов, в случае, если человек хочет славы, почета, везения, то он должен усыновить себе сына или усыновить дочку и усыновить в малом возрасте, но сделать так, чтобы этот ребенок никогда даже не подозревал, что он приемный. Относиться к этому ребенку необходимо лучше, чем к своим детям. Если так делать, если ребенок будет в это верить, то тогда жизнь будет великолепной. Тогда будет богатство, почет, успех и так далее. У вас есть ребенок, вы сошлись с женщиной или с мужчиной, и есть ребенок, любите его больше своих. А самое плохое, что вы можете сделать, это ненавидеть. Ненавидеть и приведет вас к разрухе, бедностью и болезням. А если начнете любить и обожать, говорить, сынок, дочечка, рыбка моя, солнышко, дарить подарки, и любить больше, чем себя и своих детей, то тогда будет вам стопроцентный почет, стопроцентное везение, стопроцентное счастье в жизни. Поэтому относитесь к этому именно так. С эзотерической точки зрения, приемные дети, это даже лучше. Не нужно вынашивать, не нужно рожать. Ну, все готово, пришел и все. Виолетта. Андрей Андреевич, в последнее время мне часто снится мама моего парня. В одном из них она подарила мне красный стакан. Что этот сон значит? Почему она часто снится? Если вот сейчас, в марте-апреле месяце, снятся люди, то это значит, вы этим людям должны. Что должны? Вероятнее, что-то украли у этих людей, что-то забрали. Надо покаяться, сказать, все, что забрала, возвращаю. И сказать, что я извиняюсь, что я вот это взяла, простите меня, пожалуйста. Если люди живы, то тогда постарайтесь им это вернуть. В случае, если люди не живы, что такое красный стакан? Красный стакан это долг. Какой-то долг. Может быть, аборт сделали. И приходит и говорит, что вот я рассчитывала на этого внука, никак не получила. Ну, как-то так. А подарила красный стакан, может, к беременности. Обычно, если дарят красный стакан, это к беременности. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от лимфатического отека на животе? Лимфатическая система, она вот каким образом устроена. Эзотерическое объяснение. В нашем организме есть красные кровяные тельца. Это эритроциты. Их делает костный мозг. То есть наша кровь, она фактически формируется в костном теле. Или в костном мозге. И к эритроцитам крепится потом кислород. Это становится гемоглобином. Есть желтая жидкость. Тибетская медицина говорит, что желтая жидкость, она борется с микробами. И борется, это является нашим иммунитетом. И также является тем, чем она питается. Она питается белками. Считается, что кровь питается, не питается, вернее, она просто создается, а лимфатическая система, она питается. Она питается белками. И вот в случае, если где-либо появляется большое количество отека лимфатического, это говорит о том, что в этом месте находится большое количество белков. А кто такие белки? Все патогенные, вся абсолютно патогенная микрофлора, вся абсолютно микробы, вирусы, грибки, это все белок, или это все белки, они патогенные. А также наши иммуноглобулины, это клетки, которые борются с такими патогенными микробами, это тоже белки. Получается, одни белки реактивные сражаются с другими белками, вредными. Так вот, считается, что если человек имеет отек где-либо, то этому человеку необходимо один день или два, или даже три дня голодать. Для чего голодать такому человеку? Голодать на воде. Таким образом, все формируется, и все правильно работает, не стоит этого бояться. Но ваша лимфа, с вашими, она становится голодной. И когда она становится голодной, то вместо того, чтобы потреблять то, что вы ей даете, она будет потреблять патогенные белки, которые находятся в том месте, где есть отек. Именно поэтому я часто советую, в случае, если у человека есть лимфатический отек, есть переизбыток лимфы, обязательно голодайте. Голод должен быть трехдневный, первый, второй и третий день. Но здесь такая рекомендация. Когда вы выходите из голода, то ешьте как я. Я беру чай, добавляю в него небольшое количество молока, и без сахара, или очень-очень еле сладкий, ем при этом небольшой кусочек хлеба, можно белого, можно черного, с небольшим количеством сливочного масла. Съедаю три куска на протяжении дня и три стакана чая. А уже на следующий день ем, что захочу, вот так выходите. Не нужно по-другому, потому что очень часто люди после трехдневного голода срывают себе пищеварение и делают не лучше, а в итоге хуже. Поэтому выходите правильно, считайте, что это не трехдневный голод, а четырехдневный. Здравствуйте, есть ли какой-нибудь метод, чтобы помочь шопоголику? Вчера был четверг 4 числа и вчера необходимо было ночью перед самым сном сказать, клянусь с завтрашнего дня не принимать алкоголь или принимать алкоголь меньше или меньше покупать что-либо и так далее. Вот такой метод делается он в четверг. Каждый четверг, каждого месяца произносите себе перед сном слова завтрашнего дня буду покупать меньше, завтрашнего дня буду покупать меньше и вам станет лучше. Если какой-либо метод, Другие методы слишком сложные, это разделение себя и своего качества, и это очень сложно. Людмила Купчак. Постоянно в голове мысли о мужчине, с которым расстались больше 7 месяцев тому. Как избавиться от них? Я измучилась, извела себя. Как убрать его из моей жизни? Благодарю. Дело в том, что женщина думает, что в тот момент, когда она думает о мужчине, она думает об этом мужчине. На самом деле так проявляется у человека. Во-первых, это может быть приворот. Я сейчас расскажу, как от него избавиться. А вообще, давайте сразу с этого и начнем. Как избавиться? Рассказывай. Каждый день утром или вечером на выдохе, представляете, будто вы, выдыхая, вытягиваете из полового органа змею с лицом или с мордочкой данного человека. Делаете так. Или прямо вытягиваете. Вот так змею эту трясете. Представляете, будто это змея с его лицом. И от себя отбрасываете и ногой отталкиваете. Делайте это каждый вечер. Также в случае, если мысль такая появляется, вот представили его или представили его руки, вспомнили что-то, обвели его в себе, представили, будто как змею из половых органов достали, выбросили от себя, обведите себя, как там в вия, мелком или обведите себя вот так указательным пальцем, чтобы за территорию вашей границы уже такая змея не заходила. Можно ее от себя откинуть, а также можно ее затоптать. Поверьте эзотерически, это никаким образом никак не скажется на том человеке, против которого вы сделаете данный обряд. То есть он не почувствует, никаких ощущений не возникнет у него, и плохо ему от этого не будет. Это работа с персонально вашими уже собственными состояниями. Почему змея? Это связано с религией, эзотерикой это продолжение религии. И в эзотерике блуд является змеем. Помните, да? И именно поэтому, когда женщина думает о мужчине, то она думает, ей так думается. Нет, она думает, естественно, ей хочется семьи, теплых отношений и владеть этим мужчиной. Но на самом деле она одержима бесом блуда. А бес блуда это змей. Именно поэтому змей и достают. Точно так же из гулящего мужчины нужно змею доставать, с головой изменится и эту змею с головой изменится и бросать в огонь. Поэтому пусть у вас получится. Все в ваших руках. Валентина Ши Шуи Гунова. Здрасте, здрасте. Купила и прошла первая ступень. Муж прошел бесплатно. Можно нам купить вторую ступень, пройти вместе? Да, конечно. И он может пройти и платную, ему отдельно доплату производить. Не нужно. Вообще очень хорошая будет вторая ступень. Приходите. Будете очень удивлены. Огромное количество магии и эзотерики. Олексии. Андрей Андреевич, здрасте. Мне женщина на бесплатной консультации сказала про подселение в душе. И что все души кем-то захвачены. Это правда. Если это так, то что с этим делать? Как определить, есть ли у вас подселение или нет подселения? Подселение обычно это... Смотрите. Ваша душа, она фактически разговаривает с вами, когда вы с закрытыми глазами находитесь. То есть тот внутренний диалог, который у вас есть, но в случае, если этот диалог все-таки существует, то эта душа у вас существует. То есть ваши мысли это фактически общение с душой. Но в случае, если вот этот диалог, который у вас есть, он отличается от того, что вы думаете и отличается от того, что вы чувствуете, то есть начинает ругаться матом что-то внутри вашей головы или внутри вашей души. что-то начинает вас внутри кричать или что-то начинает громко ругаться, особенно ругаться, то это говорит о том, что у вас там подселение находится. Что необходимо сделать? Вы знаете, подселение любое хочет подавить того, в ком оно находится. Но вы должны знать, что есть закон, который называется эзотерический закон права выбора. И каждый человек имеет право самостоятельно выбирать, кто внутри с его душой будет коммуницировать. Именно поэтому вы на правах своей человеческой сущности можете, закрыв глаза, подождать, когда там вдруг кто-то начнет ругаться, материться или там плохо себя вести и сказать, все, я тебя определил, пошла вон или пошла вон из меня и матом мысленно. И выгоните из себя это. Я говорю это серьезно. Что-то ругнулось, говорите, все, я определил, что ругнулось. Вот этот голос, я тебя определил, пошел вон отсюда, ты мне не нужен, пошел и дальше матом. Любая галлюцинация, которая беспокоит, любой голос, любой страх, можно прогнать матом из себя. Можете мне верить или нет, работает это эффективно и очень мощно. Поэтому пользуйтесь на здоровье, пусть получается. Но в вашем случае это неправда. Мила Раздорська. Доброго вечера, Андрій Андрій. Скажіть, будь ласка, что будет с ценами на зернобобову продукцию? Будет зростати ціна. Будет зростати ціна, не будет падать. Так что, если у вас есть, до речи, еще возможность докупать или закупать, робить це, бо буде дорожчати, не дешевше. Дешевше не буде. Не знаю, как становиться. Не буде. Надо изучать украинскую мову. Галина Ше. Доброго вечера, учитель. Будьте добры, объясните, почему после растяжки спортивной появляются отеки на бедрах и держатся долго? Спасибо за ответ. Ну, вы даете. Потому что там появляется у вас отек, который обычно связан с крепатурой. А это что такое? Молочная кислота появляется в тканях на фоне растяжения. Молочная кислота выводится долго. Но как сделать так, чтобы вывелось быстро? Одна, две, три капли нашатырного спирта на стакан теплой воды. Выпиваете этим же компрессом, смазываете ноги, и отек, и вот такая боль исчезает. Конец. Ну, что такое? Ну, эзотерические вопросы. Как вам не стыдно? Андрей Андреевич, как узнать установку цицилиндра или получилось поставить себе ученица пятой ступени? Все есть. У вас есть все. Ирина Шелл. Спасибо, уважаемый Андрей Андреевич, за совет против ячменя. Работает на сто процентов. Ой, приятно, да. Конечно, работает. Алла Примак. Расскажите о поющих чашах. Они у всех без исключения поют? У всех. У меня в магазине трепели, одна нет. Как работают? Просто вы не умеете их раскручивать. Это физика. Хочешь или не хочешь, она будет. Если более маленькая чаша, то быстрее нужно раскручивать. Если более большая, то медленнее необходимо раскручивать. Для того, чтобы она начала гудеть, можно по ней ударить. Возможно, не подходит сама палочка. Поэтому одни поют, другие не поют. Не заморачивайтесь. Все чаши у всех людей, они поют. Просто нужно знать технику, каким образом это все раскручится. Как бы соединиться с чашей и медленно, не торопясь, крутить. Лучше поют чаши белого цвета или светлые, хуже золотистые. Светлана Козак. Можно вас попросить на ступени писать на экране коды и мантры? Можно. У Мадонны тоже есть приемный темнокожий сын. Здрасте. Подскажите, как должника заставить вернуть долг? Обещает два года, не копейки. Сам нигде не работает. Помогите, пожалуйста, советом. Берете черную бусину. И вот эту черную бусину из обсидианта. Ставите перед собой. Говорите, будешь сидеть в этой бусине, пока не отдашь мне все деньги. Одеваете эту бусину на шею и носите. И каждый день вот так вот стучите и говорите, отдай деньги, иначе не вылезешь. И снова носите. Отдай. И утром, и вечером. Вот пять раз в день будете вот так стучать, представляя, будто он в этой бусине сидит. И говорите, отдай мне деньги, отдай мне деньги. Отдай мне деньги, я сказал. Отдай мне деньги. Найди возможность отдать мне деньги. Быстро давай. А то не выпущу из бусины. И одеваете ее на себя. Вот так будете делать, быстро отдаст. Добрый вечер. Мне пять лет мужчина, не отдай долги. Ответил. Алиса в стране чудес. Ах, Алиса, идти. Скажите, пожалуйста, как лечить эндометриоз, гиперплазию? Как уравновесить гормоны? Это я могу вам сказать, но только на семинаре, который я провожу во вторник. И отвечу с удовольствием. За это воскресенье можно сделать обряд выкуп рода или лучше нет? Нельзя сейчас делать обряды с выкупом рода аж до 23 апреля. 22, 23, 27. До 14 апреля нельзя делать. Никакие выкупы рода нехорошо это сейчас. Что значит сон? Восхитительные светлые волосы, волнистые. Я перекрашиваюсь с родной каштановой, потому что все окружающие от удивления. От светлых соломенных сегодня снился. Радость будет в жизни сумасшедшая. Счастье в жизни будет. Скорее всего будете в дороге какой-то, что принесет вам счастье или даже знакомство. Изменение жизни в лучшую сторону. Есть сонники. Зачем вы у меня спрашиваете? Виолетта, маму моего парня я еще не видела. Мы встречаемся несколько месяцев. Если красный стакан снится, а ребенок, значит Андрей, мы будешь... Отстаньте от меня. Василий Хрусталев, вот скажите, когда я начну опять зарабатывать денежки? Опять все стало, ноль, ничего не происходит. Больше стремления. Вы дело в том, что делаете ошибку такую, Василий. Дело в том, что вы делаете ошибку в том, что вы часто спрашиваете. Когда человек ищет возможности и сомневается в своей судьбе, то он свою судьбу профукивает. Это так мир у нас устроен. Вот смотрите, как сделать так, чтобы у вас есть мужчина. Ну и вы берете и спрашиваете у гадалки, он будет моим мужчиной или нет? И она говорит, да, я вижу на картах, будет твоим мужчиной. Вот на этом бы впору и закончить. Тогда вы, по идее, можете знать, что будет мужчина и будет и в этом направлении с ним уже стремиться там спать или там уже надеяться на что-то и так далее. Уже другим будете отказывать. А в этот момент нет. Есть еще одна гадалка. Идете к ней, она говорит, будешь с ним. Идете к третьей, будешь с ним. И ваша душа успокаивается. Она говорит, да, 100% буду, все, я уже не заморачиваюсь. Послушайте, тяга или магнетизм исчезает. То есть, когда вы хотите, то вот это хотите, оно может тянуть, как ниточка или как что-то. А когда вы идете и несколько раз гадаете, у дуйка спросили, у гадалки спросили, у торолога спросили, еще у кого-то спросили, то вы так пропукиваете свою жизнь. У вас не будет этого. Если вы пять раз спросите у меня, продам, не продам, можете сказать себе, не продадите. Почему плохо получается, вы мне говорите это пятый раз. При этом, скорее всего, если мне говорите, то еще стать человеком говорите. Вы что, не знаете об эзотерической школе Кайлас? Я там говорю всегда, если плохо, молчи, если плохо, надейся, если плохо, отдыхай, если ничего не получается, сосредоточься и тогда обучайся. Что с вами люди? Перед вами сидит человек, у него вот золотые украшения на руках. Он в Гуччи, в своем собственном доме. И я сын седьмой у своих детей, у своего отца. И пятеро детей у меня сейчас на шее. Еще и семь, пять сестер и два брата. И мама. И я хочу сказать вам, чтобы вы знали, еще племянников целой кучи. Я и хочу вам, а еще там 200 или 300 человек работников, которые на мне работают. Я вот что вам хочу сказать. Я бы мог сегодня встать и не вставая лежать, переворачиваясь с одного бока на другой. Но я сегодня целый день утром обучался, утром медитировал, а потом где-то приблизительно с 11 часов дня и аж до 5 часов вечера я занимался тем, что занимался обучением и занимался сооптимизацией сайта, и занимался там написанием статей, занимался там писанием книги, занимался общением по косметике и общением по БАДам. Там и новые препараты, и новые встречи, и там куча всего. Но я бы мог этого всего не делать. Почему я это делаю? Есть три компонента нашей жизни, которые необходимо запомнить. Первое. Если ты не отдыхаешь, обучайся. Если ты не обучайся, работай. Если ты не работаешь и не обучаешься, отдыхай. Второе. Энергичность. Энергичность. Это то, чем нужна энергичность. Это то, на что необходимо обращать очень сильное внимание. Энергичность и коммуникабельность. Коммуникабельность и энергичность. Стремитесь к популярности, стремитесь к коммуникабельности, стремитесь к энергичности. Делайте это энергично. Если вы не знаете, что говорить, просто берите, включайте телефон в ТикТоке. вот вы выпустили там стол или там что-то, и говорите каждый день, я сделал этот стол, я сделал этот стол, стол красивый, его можно вытереть, я сделал его так, потом минуту сидите, вновь говорите, одни ушли, другие пришли, я сделал этот стол, стол хороший, мне он интересный, я вот думал делать стол или не делать, но решил сделать, как вам мой стол, а где мой стол находится, он находится в таком-то городе, я столешницу могу сделать и красную, а могу и не делать, но я хочу делать, а вы хотите, чтобы вам сделал, а хотите песню спою, о какой красивый стол, как же мне нравится этот стол, это столешница, а у вас нет еще такой столешницы, а зачем вам необходима такая столешница, на свои режете, все режется, а на моей будете резать, ничего не порежете, будет все ровненько и так далее, понимаете, особенность такая, сейчас легко продается все, легко, главное не бояться, включаете тикток, говорите, я из Гродно выпускаю столешницы, затачиваю их, делаю и каждый день, вам же все равно делать нечего, у вас доходов нет, у вас много свободного, то записывайте видео, включайте и говорите о своих столешницах, с утра до вечера, вот столы и столешницы, я делаю столы и столешницы, я делаю столы и столешницы, утром, в обед и вечером по два с половиной часа, но вы не делаете, почему, ну почему, не, ну почему, ну почему, нет денег, ну почему нет денег, нях. Помогите советам сын игроман, уже 14 лет пытаемся с этим бороться, как остановить, куда обратиться, я беру за игроманию от трех до пяти тысяч долларов, и в течение года, если не бросают, деньги возвращают, в случае, если и с Россией, никаких денег, ничего не получится, я ваша последняя надежда, вы знаете мою таксу, 3-5 тысяч баксов, другой таксы нет, хотите обращайтесь, хотите нет, у меня что есть вы, что нет, жаль, конечно, что делать, по поводу игромании, как вы можете убрать, один из методов, змея доставать, я сегодня рассказывал, другой метод из обрядовой магии, вы давно со мной, 14 лет, еще не проходили мой двухдневный семинар, обрядовая магия, то если бы, это же все убирается, самые простые обряды, берете, берете пепел от угля, сделали шашлык, пепел получился, берете пепел, смешиваете с рисом вареным, или чечевицей, или рисом, лучше рисом, так, чтобы шарик был черный, делайте 10-20 шариков, он спит, вы берете вот такой шарик, и над ним водите, говорите, чтобы тебя отпустила твоя игромания, чтобы эта игромания, как ты задолбал этой игроманией, пусть тебя отпустит, пусть освободит тебя, один шарик покрутили, другой, так, все 10 штук, после этого на улицу вышли и выбросили, то же самое с хлебом, мой сын играет, мой сын играет, перенесли это в хлеб, со свечой, вот он играет, вот он играет, сжигайте, сколько методов-то, ну вот вы наша последняя надежда, где вы были 14 лет, потому что не знаете, что есть тысячи эзотерических практик? Валентина Пилипи, после марафона было все хорошо, но через неделю все изменилось, не могу определить, что не так, хотела купить камешки, не получилось, появились идеи, трудно реализовать, вам необходимо расслабиться, расслабиться и отдохнуть, вы так много перегружаете себя, если вот сейчас просматривать вашу жизнь, то вы так много бросаете туда ненужной информации, первое, второе, третье, и вновь, и вновь, и вновь, зачем вы смотрите так много новостей? Они что, вас кормят? Но они создают такую кашу в голове, что вы не можете сосредоточиться, ни чем вам заниматься, ни что вам делать, но как же вы можете сосредоточиться, если там вообще не нужна информация? Вам нужен информационный голод, выключайте телефон, не смотрите новости, просто выходите и гуляйте, делайте это ежедневно на протяжении 7 дней, и вас отпустят, делайте медитации, садитесь на выдохе хо, на вдохе со, и с открытыми глазами, или на выдохе со, на вдохе хо, все равно, и это приведет вас к тому, что у вас появится, или на выдохе на, на выдохе на, на вдохе ах, таким образом у вас полностью изменится восприятие, а так ничего не произойдет, почему? Так там в голове у вас голова вот так качается от огромного количества информации, и вся информация, она как мешок, и вся ненужная, где вы ее успели в таком количестве собрать? И вся информация вообще, это чепуха просто, агрессивная чепуха. Как же вы там сможете среди такого большого количества этой чепухи что-то найти? Не понимаю. Здравствуйте, подскажите, как не накапливать злость, работа с больной деменцией, в таком случае есть какие-то мантры или коды? Дотрагивайтесь до человека, который болен деменцией, дотрагивайтесь, это обязательное условие. Дотрагивайтесь, гладьте, представляйте его маленьким ребенком, вы же на собак не кидаетесь, безысходность такая. Как вернуть непутевую дочь домой, 18, ушла из дома, не звонит, позвонит. Не переживайте, вернется к вам, не переживайте, на самом деле то, что она ушла, это не так страшно. Будет страшно в тот момент, когда придет. Маргарита, огромное спасибо за помощь людям планеты. Ну нет, я не помогаю людям планеты, за ваш позитив, за ваши знания, ваш пример. Получится у меня сработать агент по удаче недвижимости помещения, ученица шестой ступени. Показывает? Да. Наталья Чарук. Андрей Андреевич, у меня вопрос супер. Ольга Лан Манира. Несколько дней подряд мою окна, в результате сильная боль в спине и всем теле. Пожалуйста, продуло вас. Необходимо противовоспалительные препараты. Обязательно на ночь 1 столовая ложка сливочного масла, рассасывая, медленно глотая его. И обязательно аппликаторы Лепко на них лежать. Также вольторен, гелем каким-нибудь. Расскажите, куда деть злость. Злость это тестостерон. Постоянно злюсь от усталости на всех проблем с желчным пузырем. Думаю отсюда. Нет, в вашем случае это все тестостерон или это все половые гормоны. Вам необходимо счастливая семейная сексуальная жизнь. Ее необходимо вам. Либо ограничение от думания об этом. Потому что именно это вас мучает. Мучает очень сильно. Делайте что-то в этом направлении. Точно такие же есть и мужчины, и женщины, которые мечтают, хотят и ждут. Это ваша агрессия? Она не агрессия. Она просто... Но есть же еще и инструменты там. Есть вибраторы, есть какие-то инструменты. Их можно приобрести и пользоваться ими, если нет доступа и возможностей. Так они с желчным пузырем. Артюшина и Евгения. Мне удалили пупочную грыжу и ушили диастаз. Была большая сирома. И сформировали полость с жидкостью над пупком. Живот отекший год прошел. Спасибо. А что я должен сделать? Я, скорее всего, здесь во время этого вебинара ничего вам не скажу. Ну, скажу. Берете творог обычный, самый нежирный. И прикладываете сверху на место, где у вас образовалась вот такая жидкость. И творог сверху в виде аппликации. Накрывайте полотенчиком. Творог имеет такую способность. Он жидкость, особенно такую асцитную, может вытягивать. Из легких и из живота. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У Альберта будут дети, ему 38 лет. А если не будет, мне сказать? Здравствуйте, учитель. Шум для зачатия слушаю по часу и больше почти каждый день. Как-то уснула вечером. Так же работает? Работает с открытыми и закрытыми глазами. Работает по-разному. Я желаю вам всем счастья. И закончуя сегодняшний вебинар истории, она выглядит следующим образом. Когда Иисус Христос обучал своих учеников, Он говорил им о том, что не стоит убивать, не стоит воровать. Ну, вы знаете все эти истории. Он говорил им о милосердии и доброте. Он говорил им о том, что нужно восхищаться и жить. Он говорил о верности. Это были его заповеди. Но была еще одна, о которой нужно сказать. Одна из самых главных заповедей христианской литературы заключается в том, что быть предателем плохо. Иуда, он предал Иисуса Христа. И из-за того, что Иуда предал Иисуса Христа, это является еще одной заповедью. Его на самом деле, если прочитать внимательно, предал и Петр, и Иуда, и все остальные на самом деле. И это привело к тому, что все остальные, было ли воровство? Скорее всего, было. Было ли ложь? Да, скорее всего, было. Было ли прелюбодействие? Скорее всего, все это было. Но, у его учеников. Но, было ли предательство? Смотрите, все остальное, оно не привело человека к тому, чтобы Иисус Христос погиб. Но, предательство привело к тому, что человек погиб. Ну, потом воскрес. К чему я так говорю? Не предавайте тех, кого любите. Никогда. Не предавайте тех, кого любите. Почему? Они погибнут. Не предавайте. Будьте верными. Будьте верными хотя бы тем людям, кто с вами связан кровью. Вашим детям, вашим мамам, папам. Будьте верными. Какие бы ни были, они все равно ваши. Не предавайте. Не говорите никому, какие они плохие. Боритесь за них. Всегда знайте, что это все благословено. А что такое благословение? Теперь вы знаете. Восхищайтесь добрыми и хорошими поступками, которые человеку принесли благо. Это и называется восхищение. Поэтому не предавайте, давайте все будем верными. До свидания. С вами был Андрей Двеко. Поставьте, подпишитесь и поставьте лайк. И еще раз спасибо. С праздниками наступающими. Приглашаю вас на мою вторую обновленную ступень. Будет очень интересно и очень необычно. Все, выключай, Женя. Женечка, выключай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!